Всем привет, с вами Priya. Аддоны — это неотъемлемая часть нашей любимой игры. Какие-то аддоны помогают просто-напросто в передвижении, какие-то аддоны помогают в рейдинге. Есть, например, замечательные аддоны, которые просто позволяют забирать всё с почты, хотя что-то уже там и так включено в стандартный интерфейс. Ну да ладно. Сегодня поговорим об аддончиках, о различных полезных аддонах к припатчу. Собственно, аддонов много, аддоны всякие важны, всякие нужны, и 15 из них в интересной статейке расписано. Выскажу своё мнение на них, посмотрим на них, и вообще определимся, нужны они или нет. Так, сайт WoWhead. Собственно, статейка. 15 замечательных аддонов для Shadowlands припатча и Shadowlands беты. Окей, хорошо, хорошо. Всякий вводный текст, который мы рассматривать, конечно же, не будем. Что тут написано? Тут различные версии указаны этих модификаций, то есть в какой они стадии находятся. Имеется в виду релизная стадия, то есть готовая полностью к использованию. Также альфа или бета. Окей, хорошо. Не забудьте типа сохранить свои VTF настройки. Ну, это, кстати, хороший совет. Довольно-таки. И вот она идёт уже сама статейка. 15 grid addons. 15 замечательных аддонов для Shadowlands припатча и Shadowlands беты. Угу. Хорошо. Поехали. Первый аддон — это Arc Inventory. Мы не будем читать описание, мы не будем ничего вот этого смотреть. Можно просто-напросто взять, открыть сайт, открыть картинки, и всё уже будет понятно, для чего этот аддон вообще в принципе нужен. распределение сумок, так сказать, по каким-то категориям. То есть, например, мы относим категорию к слиточкам, реагентам различным, к кузнечным, инженерным. Будут выкладываться эти инженерные кузнечные реагенты. Выкладываем к камушкам. Будут камушки в эти слоты выкладываться к ядам. Яды — это уже не актуально, но всё же это старые всё-таки скрины личовские. Вот. Полезный аддон? Ну, если вы фармите большое количество итемов, если вы путаетесь в своих сумочках, теряетесь, то, наверное, да. Ну, также имеется поиск. Ну, поиск мы уже знаем, то, что есть внутренний, то есть в стандартном клиенте игры. Окей. Первый аддон как-то не вдохновляет. Второй аддон — это Azeroth Autopilot. Вот этот аддон я знаю, он реально замечательный и полезный. Да. Этот аддон просто-напросто автоматизирует прокачку. То есть он показывает, куда вам двигаться, что вам нужно собрать, куда вам нужно прийти. Показывает оптимальную вообще прокачку в принципе, которая внесена в этот аддон. В Battle for Azeroth этот аддон очень ценился при прокачке, при актуальной прокачке, что стоит ценить в этом аддоне. В Shadowlands, я уверен, этот аддон тоже будет очень хорош. Поэтому, ну, 10 из 10. Типа аддон реально нужный. Тут ничего не скажешь иначе. Багнон. Ну, тут даже открывать не стоит. Мы прекрасно знаем, что это за аддон. Он уже всеми известный. Багнон — это аддон на объединение всех сумочек. Полезный ли? Ну, тут уже каждый сам для себя решает. Мне вот, например, нравится, когда между сумками есть границы. Это поинтереснее. Следующая модификация — это LV. LV в последнее время стал печально известен тем, что жрет большое количество кадров в секунду. Большое количество FPS. Собственно, LV вообще — это модификация, которая просто-напросто меняет ваш интерфейс. Его можно всячески настраивать, можно всячески переделывать и сделать, скажем так, под себя. Хотите — устанавливаете. Не хотите — установите какое-нибудь другое UI и, собственно, настраиваете его как-то иначе. DBM — Deadly Boss Mods — аддон всемирно известный, замечательный, требуемый, скажем так, для рейдинга необходимый. Поэтому, конечно, да, его нужно устанавливать перед тем, как вы идете в рейд, в подземелье, в ключик, то есть хоть куда абсолютно. DBM — Deadly Boss Mods — просто-напросто показывает таймеры, когда какое заклинание будет сделано мопцом или боссом. Замечательный, чудесный аддон. Аналогично 10 из 10, как и Azeroth Автопилот нужный. Details. Damage Matters Shadow Lens. Самое обычное измерение демеджа, если кто-то, например, лет 5 не играл в эту игру, то, окей, я выражусь немножечко иначе. Это рекаунт. Самый обычный измеритель демеджа. Рекаунт, скада, демеджа — все это из одной оперы. Просто Details — это более поздний аддон, более новый и более детализированный, более интересный. Gnosis Cast Bars and Timers или Genosis. Что это такое? Надо глянуть. Так, Images. Что это? А, это для кастеров с целью того, чтобы просто-напросто отслеживать тики какого-либо спела, как вариант. То есть, когда вы играете за какого-нибудь... Ну, ШП, окей, тут представлены полосы. Да, окей, хорошо. Когда вы играете за какого-нибудь ШП, то там же не все время действия каста наносит демедж, а по определенным тикам в зависимости от хасты. И на этой полосе показываются эти тики синий вертикальной полосой. Ну, так-то это полезно, если вы играете на кастере. Следующая модификация это Handy Notes. Handy Notes полезный многофункциональный аддон, который поможет не только в Shadowlands в припатче и в тот момент, когда стартанет сам Shadowlands. Аддон помогает еще также во время каких-либо праздников. Он помогает отслеживать еще различные сокровища в Дреноре. Хороший многофункциональный аддон. Полезный, довольно-таки. Следующий аддон это Leatrix Plus for Battle of Azeroth and Shadowlands. Что это такое? Впервые я слышу о таком аддоне. Укрываем Images. Что нам показано вообще? Что это такое? Что это? Я не понимаю. Leatrix Plus. И что? И для чего? Click the minimap. Some options. Two little configuration buttons. Ну что мы это с этого получаем? Автоматизация различных процессов. Автоматизация квестов. То есть автоматическое принятие, сдача и расшаривание квестов. Окей. Принятие суммона, принятие ареса, воскрешение в ПВП. Слушайте, а за него не заблокируют? Вот у меня есть такое ощущение, что, ну окей, 5 миллионов скачек, но что-то это как-то чувствуется в виде оверпауэр. Сильный какой-то аддон. По вот этим вот качествам. Автоматическое принятие суммона. Это, ну, опасно. Это абуз, мне кажется. Не буду я все-таки аддон ставить. Не-не-не-не-не-не. Не заставите. Окей. А Mythic Plus таймер? Хороший аддон, который просто-напросто меняет стандартное окошечко Mythic Plus. В тот момент, когда вы входите в подземелье с пахальным ключом, и таймер начинает иначе писаться. Там показаны смерти, там много-много полезной информации указано. То есть там через сколько аффикс какой-нибудь пробнет, например. Ну, это второй сезон БФА, я правильно понимаю, риппинг, модификатор. Сколько времени дано на ключ, сколько вы затратили, сколько за счет смертей потеряно, сколько мопцов еще нужно шотнуть, и сколько на плюс два, там, на плюс три, чтобы ключик улучшить, времени нужно затратить, и сколько вообще осталось. То есть это полезный реально аддон, хороший. Если вы любите Mythic Plus, если вам не нравится стандартный UI ключей, то почему бы и нет. Net Plates. Окей, давайте глянем, что это за аддон такой. Images. Наверное, просто-напросто на имплейте переделанные. Ну да. В тот момент, когда мы заходим в игру, мы можем сделать стандартное отображение полосочек здоровья над мопцами. Ну и над игроками тоже. Что делает этот аддон? Он их немножко увеличивает, кастомизирует, и скорее всего можно какой-нибудь текст настраивать. Цвета можно настраивать, размер этих полосок можно настраивать. Также, что я вижу приятно, дотки можно отследить над какой-либо целью. То есть, если таргетов будет много, то это тоже полезно. Комбо-поинты можно отследить, играя за рогу. Получается. Или это шарды просто-напросто варлоковские. Скорее всего шарды, но я думаю, комбо-поинты тоже можно отследить. Так что... Ну думайте. То есть аддоны это все-таки делают персональное для каждого. Хотите устанавливайте, хотите нет. Ну а вот они, комбо-поинты указаны, кстати. На котя. Угу, замечательно. Rare Scanner. Rare Scanner, скорее всего, это что-то на поиск рарников, что-то такое интересное. Что это такое? Я не хочу текст читать, я хочу картинки. Можно картинки, пожалуйста. Открываем, допустим, смотрим. Ну да, нам просто-напросто показывается место спавна рарника. Сколько времени назад его видели. Кликнуть с целью создания группы. Угу. Ну то есть, если вы решили покемпить какого-либо рарника, если вы хотите найти пати на рарника, создать пати на рарника, то это будет полезный аддон. Ну а так, в привычном геймплее он не особо потребуется. С целью там, например, я не знаю, хождения в ключи, он точно не потребуется. Идем дальше. Undermine журнал. Я знаю сайт замечательный, Undermine журнал, который показывает цены текущие. То есть, вот, например, мы открываем, и по воде дрессированного кровососа на гордуне можем глянуть, сколько текущая цена, сколько там цена максимальная была, какой скачок и все такое прочее. Недавно я этот сайт рассматривал на видосике. А тут получается просто-напросто аддон, скорее всего, который в игре пишет эту информацию. Давайте глянем, как это выглядит. Image. Угу. Да, то есть, за последние три дня цена указана, за последние 14 часов медиана. Угу, угу. Ну, то есть, все понятно. Просто-напросто интерфейс сайта писан в игру при наведении на вещицу. Можно все это глянуть. Приятно, довольно-таки. Если занимаетесь аукционом, то это будет полезно. Vikaorus. Многофункциональный аддон. Полезный. Когда вы идете в Raid, когда вы идете в Mythic Plus, когда вы просто занимаетесь игровым каким-либо процессом, поставить себе Vikaoru полезно. Но это всегда приятно, а иногда даже полезно, а иногда даже нужно. Vikaoru упрощают, можно сказать, использование персонажа. Можно использовать персонажа более полезно. Отслеживать какие-либо срабатывания эффектов в Роке. И можно отслеживать различные дебафы, негативные эффекты. Так что да, само собой, Vikaorus надо устанавливать. А уже те Vikaoru, которые вам скинут в чатике, или те Vikaoru, которые даст вам RL, вы будете использовать по, так сказать, своему назначению. Ну и, кстати, центральная панелька на моих персонажах, на Монахе, на ДК, на Варе. Это Vikaora. Далее WorldQuestTab. Наверное, что-то для локалочек, скорее всего. Давайте посмотрим. Image. Да, я был прав, это для локалочек. Но мне не нравится такой аддон. То есть интерфейс такого рода меня не особо привлекает. Если мы зайдем в игру на текущий момент... Сейчас я окно просто-напросто поменяю. И глянем мою карту. То, мне кажется, вот эти полосочки, они как-то, ну, поприятнее. Это WorldQuestList. Аддон называется. Просто, скорее всего, в этом списке, на вовхеде, модификация WorldQuestTab находится потому, что она обновлена. А WorldQuestList, он еще, наверное, не обновлен. Мы рассмотрели абсолютно все модификации. Ссылочку на вовхед статью я оставлю в описании. С целью того, чтобы вы скачали те аддоны, которые вам нужны. И помните. Аддоны – вещь персональная. Кому-то нравится бегать с рекаунтом. Да, это может быть неэффективно. Ну и что? Самое главное – то, что человеку это нравится. Всех вам благ, счастья, здоровья. Берегите ноги, мойте руки. Не забывайте о ссылочках в описании. До скорого.